Маленькая и охрененная. Именно этими двумя словами чаще всего описывают эту вспышку наши покупатели. Godex TT350 на самом деле очень легкая, компактная, но при этом достаточно мощная и навороченная вспышка со встроенным радиоприемником. Сегодня я вам расскажу о ней поподробнее и подскажу, как ей пользоваться. Главная особенность Godex TT350 это, конечно же, ее маленький размер и вес. Вы просто посмотрите, какая она крошечная по сравнению с обычной. Вес вспышки всего 200 грамм. Для питания используется два пальчиковых аккумулятора вместо четырех. Еще минус 50 грамм от общего веса. Выпуская вспышку, Godex позиционировал ее как компактное решение для беззеркальных камер. С небольшими камерами использовать TT350 на самом деле намного удобнее, чем стандартные вспышки, которые рассчитаны на большие зеркалки. За компактность, конечно, пришлось расплатиться мощностью. Она тут ниже почти в два раза, чем у полноразмерных Godex. Скорость перезарядки и время работы на полной мощности оставляют желать лучшего. Как на любой другой вспышке, чтобы комфортно пользоваться TT350, нужно выставить мощность пониже. Одна четвертая или хотя бы одна вторая. С учетом этого, вспышка отлично подойдет для event-фотографов, которые хотят облегчить свою жизнь во всех смыслах этого слова. В небольшом сонбоксе типа RS18 вспышка даст отличный результат при минимальном весе. Запускать вспышку в этом сценарии можно с радиопередатчика. TT350 – часть большой экосистемы света Godex. Мы делали обзорное видео на весь импульсный свет Godex. Ссылка сверху и в описании. TT350 имеет встроенный приемник и запускается от передатчиков Godex X1T и X-Pro. Может работать в группах вместе с любыми вспышками студийным светом Godex и даже использоваться как передатчик. Притом, с учетом своего размера, это даже довольно удобно. Еще вспышка подойдет для использования на закате или в темное время суток. Чтобы получить красивый рисунок на закате, мощности TT350 вполне хватает. Обратите внимание, на какой мощности вы сейчас снимаете на обычной вспышке. Если это максимум 1,8 или 1,16, вы зря таскаете лишний вес. Кстати, если вы смотрите это видео сразу после выхода, срочно бегите в наш инстаграм, потому что мы прямо сейчас разыгрываем эту вспышку среди наших подписчиков. Но если нет, все равно заходите, чтобы не пропустить новые конкурсы. Ссылка будет в описании. Кроме TT350 существует еще и аккумуляторная версия этой вспышки V350. Вспышка намного дольше работает от одного комплекта питания. Быстрее перезаряжается, но стоит при этом в два раза дороже. Не рекомендую. Ну а теперь о том, как всем этим пользоваться. Сегодня я вам расскажу, как настраивать вспышку на камере, как использовать в качестве синхронизатора и как запускать от синхронизатора в годекс. Батарейки здесь, как я уже сказала, всего две. В батарее на матсике USB порт для обновления прошивки. Чтобы включить вспышку, нужно зажать кнопку включения-выключения. Выключить коротким нажатием. Логика управления вспышкой такая же, как у других годексов. Основная функция кнопки написана на ней. Три кнопки имеют дополнительные функции, которые активируются длительным нажатием. Кастомное меню, режим синхронизации, настройка группы канала. В центре колесико для управления мощностью и другими настройками. Внутри кнопка выбора и подтверждения. Слева кнопка тестового срабатывания. Она же служит индикатором готовности. Если горит красным, вспышка перезарядилась. При использовании вспышки на камере вы можете выбрать один из трех режимов срабатывания. TTL, мануал и мульти. Изменить мощное срабатывание в мануальном и мульти режиме можно просто вращая колесико. TTL сначала нажать SET, а потом уже вращать колесиком. Частота срабатывания и количество в режиме мульти также через кнопку SET. Управлять зумом можно либо автоматически, с камерой или с передатчикой X-Pro, либо вручную. Если рассеиватель выдвинут или не до конца задвинут, зум всегда будет максимальным. Кнопка SIN включает режим высокоскоростной синхронизации, а слейв срабатывание от другой вспышки. Слейв можно включить только в мануале. S1, если основная вспышка работает в мануале. S2, если она будет срабатывать в TTL. Длительное нажатие на кнопку зум открывает режим кастомных настроек. Они могут немного отличаться на вспышках под разные камеры. ST – это режим экономии энергии. Если он включен, вспышка будет уходить в сон через полторы минуты без активности в режиме мастера и через час в режиме слейв. Далее AF – подсветка автофокуса. Она работает далеко не на всех камерах. BL – подсветка экрана. Включается на 10 секунд, работает всегда или никогда. AP – это настройка зума с учетом кроп-фактора. ID – ID, в котором работает вся ваша техника Godox. Это актуально, если вы часто работаете на ивентах, где много фотографов используют Godox. Чтобы включить радиосинхронизацию, нужно зажать кнопку SYNC. Слева снизу замигает иконка, и теперь колесиком вы можете управлять режимом синхронизации. Просто мигающая иконка радиосинхронизации говорит о том, что она выключена. M – значит, что вспышка работает в режиме мастера, управляет другими вспышками. S – ждет команды от передатчика. В мастере у вас появляются 4 группы с разными настройками режима работы и мощности. M – это сама TT350, ABC – внешние вспышки. Менять настраиваемую группу можно кнопкой SLAVE – режим работы MODE, а мощность – колесиком. Все группы можно выставить в TTL или в мануал, или вообще выключить, при том в любой комбинации. Чтобы TT350 на камере не срабатывало, вспышки в группе A срабатывали в TTL, а в группе B светили на 1.32. Вам нужно группу M выключить, а A поставить в TTL, а B на 1.32. В режиме SLAVE нужно только выставить правильную группу и канал, все остальное уже с передатчика. Все настройки на вспышке будут перебиваться настройками передатчика. В любом режиме канал должен стоять одинаковый у всех ваших приборов. Поменять его на TT350 можно, зажав кнопку SLAVE. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, мы на них обязательно ответим. Ну и конечно же подписывайтесь, ставьте лайк и колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok